По мнению российского эксперта, армянский вброс про разрушенный храм выглядит как плохо поставленный спектакль. Азербайджан воюет за правое дело, за свою землю, за свою территорию. Территорию, которая вот уже 30 лет находится под оккупацией Армении. Территорию, которую организация объединенных наций требует вернуть Азербайджану по четырем резолюциям. Территорию, где после войны 30 лет в руинах лежат и не восстанавливаются города и села. Уничтожение в Армении памятников культурного, исторического и археологического прошлого, которые идут в разрез с официальной исторической теорией Еревана, давняя практика. А если бы армия Азербайджана нанесла прицельный удар по храму Святого Христа Всеспасителя, Сурб Аминапркич Казанчецец, то он бы лежал в руинах. На самом же деле, в него попал всего один снаряд, пробивший купол. При этом снаряд почему-то не разорвался. Как передает АЗС, об этом заявил российский военный эксперт Алексей Хлопотов. Судите сами, всего одно, но очень точное попадание пустой болванкой, как раз после того, как в храме окончилась служба, на которой молились армянские военные, уходящие на фронт, и поблизости якобы совершенно случайно оказались российские журналисты. Один из них, а именно Юрий Котянок, получил тяжелое ранение при повторном обстреле. Сам храм при повторном обстреле не пострадал, а вот журналист, фиксирующий разрушение, тяжело ранен. Просто чудеса. В тот же день, там же в Шуша, по сообщениям армянско-российской, именно так, пропаганды, были ранены еще двое журналистов. Однако, их имена и обстоятельства ранений, почему-то пропаганда скрывает. И понятно почему. На самом деле журналистов было всего двое. Имя второго, Ливон Арзанов. Третий человек, названный журналистом, на самом деле был всего лишь их проводником и зовут его Гранд Баладян. Надо ли говорить, о какой-то беспристрастности в освещении событий при таком раскладе? Об этом не может быть и речи. Наиболее выдающийся на почве создания фейк-ньюс и провокаций, российский военкор Семен Пегов, основатель Эквор Гонзол. Тесно сотрудничающий с Раша Тудей, сегодня вообще в Фейсбуке выложил свое фото в армянском окопе с автоматом в руках. Это фото лишает статуса нанкомбатанта и дает право на ликвидацию на месте, без предупреждения. Военкор с оружием в руке, это уже не военкор, а боец, пишут пользователи в комментариях. После этого Пегов быстренько удалил свой пост, но интернет помнит все. Но вернусь к храму. Сразу после сообщений таких вот объективных, в кавычках, российских СМИ в соцсетях замелькали посты с фотографиями фресок 12-13 веков их армянских и карабахских храмов. С комментариями, что варвары азербайджанцы вот-вот все это уничтожит. То, что в Азербайджане, в отличие от Армении, бережно хранят и берегут наследие всех культур бывших на современной территории государства, я писал уже раньше. Вот что стоит напомнить. Храм в Шуша, получивший повреждения, судя по всему, после провокационного удара своей же армянской артиллерии, старинным не назовешь. Он был построен в конце 19 века, в бытность императора Российской империи Александра III. Самая старая часть здания храма, колокольня, постройки 1858 года. Так что еще раз повторюсь, не стоит вопить о якобы разрушаемых древностях. Это не древность, а воссозданный новодел, в советский период храм служил в качестве амбара и гаража. В это время он находился в полуразрушенном состоянии, отсутствовал купол церкви, который сейчас больше всего и пострадал. Но у меня другой вопрос, почему наших российских журналистов нет на линии фронта, с другой стороны, с азербайджанской. Насколько мне известно, пресс-служба Министерства обороны Азербайджана не препятствует этому. Со стороны Азербайджана события освещают не только турецкие журналисты, но и из других стран. А вот наших российских, увы, нет. Отчего такая любовь и пристрастие к сепаратистам. Это, политика Российской Федерации такая что ли? По всему выходит, что да. Еще и еще раз повторюсь, Азербайджан воюет за правое дело, за свою землю, за свою территорию. Территорию, которая вот уже 30 лет находится под оккупацией Армении. Территорию, которую организация объединенных наций требует вернуть Азербайджану по четырем резолюциям. Территорию, где после геноцида, устроенного армянами осталась 20-я часть населения. Территория, где после войны, 30 лет в руинах лежат и не восстановлены до сих пор, ни один город и ни одно село. Это Армения, в воскресенье в 6 часов ровно утра по-гитлеровски устроила вооруженную провокацию, вынудив Азербайджан начать в ответ полномасштабные боевые действия. Это Армения сейчас, российскими скатами и точками УУ, бьет по мирным азербайджанским городам, находящимся далеко за линией фронта. Это Армения, после поражения на фронте запросила перемирие, и тут же нарушив его убивает азербайджанских стариков, женщин и детей. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить, подчеркнул российский политолог.